Всем привет, с вами Бойсовский, и в мои руки попал практически секретный материал из закрытого альфа-тестирования игры Crysis 3. Сразу видно, что разработчики в который раз не поскупились на графическое исполнение. Всё выглядит просто шикарно, да чёрт побери, на улице графика даже хуже. Но, пожалуй, рано ещё судить о таких вещах, ведь в релизной версии, скорее всего, всё будет ещё более блистательно. Первое, что бросается в глаза, так это то, что Crysis, наконец-таки, Crysis стал кооперативным. Теперь кампания стала куда более динамичной и интересной. И кроме тупого месилого придётся выстраивать какие-то тактические приёмы, чтобы разделаться со своими врагами ещё более круто и красиво. Тем более, что открытых пространств стало куда больше. Но вот про сюжет пока ничего не известно, так как, по всей видимости, разработка ведётся в полной секретности. Но уже видно, что, по крайней мере, начало опять демонстрирует нам джунгли. Может быть, это что-то наподобие приквела к первой части или просто её альтернативная версия. Хотя, опять же, повторюсь, чего-то конкретного мне пока не известно. Также хотелось бы немного рассказать про оружие в игре. Вместо уже привычных пушек здесь настоящий прорыв среди шутеров. По крайней мере, ничего подобного я уже много лет не видел, и это воистину впечатляет. Ваши противники тоже снабжены не хуже вашего. Но благодаря экзоскелетам теперь можно ускорять свои рефлексы и буквально разглядеть пролетающую мимо пулю. Тем более, при этом не потерять ни капли своего боевого преимущества. А после прохождения уровня можно прокачивать своего персонажа и покупать различные апгрейды. Это весьма кстати, так как враги постоянно пытаются всё изощрённее и изобретательнее убить вас. И что самое приятное, что за место обычных наштампованных моделей, каждый противник абсолютно уникален по своему внешнему виду и каким-то характеристикам. И вряд ли за уровень сможете встретить хотя бы одного похожего. А музыка? А музыка-то в игре вообще выше всяких похвал. Это вам не дешёвый дабстепчик или симфонический оркестр? В общем, пока больше информации я не располагаю. Но по первым впечатлениям могу сказать, что судя по альфа-версии, третий Крайзис уже в несколько раз круче предыдущей части. И пожалуй, эту игру безусловно стоит ждать. Но пока официальных анонсов не было, остаётся только верить, что игра будет и дальше такой крутой, как в этой версии. И тогда у неё есть все шансы стать лучшей игрой десятилетия. В общем, на этом у меня всё. Я побежал ещё раз проходить эту альфу. Крайзи, ты моя хорошая. Ты просто божественно влюблён. Ну восхищён!